Медицинский центр МИЛАС проводит лечение без операций межпозвонковых грыж, остеохондроза и заболеваний суставов по методике Института имени Бурденко. Телефон 7054-58. Мы надежда, надежда страны, нам не легко, но победа за нами, нам зажигать олимпийское пламя. ВИО, Россия! ВИО, надежда страны! ВИО! Привет, олимпийский! Я приветствую участников в зале, я приветствую болельщиков на трибунах, я приветствую телезрителей у телеэкранов в эфире шестой детский телевизионный спортивный развлекательный фестиваль «Веселые старты!» Ну вот, сегодня у нас сразятся вот эти вот две замечательные команды, судя по их улыбкам и горящим глазам. Посмотрим, каков будет результат этого горения. Прежде всего, представляю вам команды. По правую руку от меня команда в бордовой форме, представляющая Беляевский район. Команда «Спортивные друзья». Приветствуйте команду! По левой руке от меня команда в зеленой форме, представляющая Акбулакский район. Команда «Апельсинки». Вот такие вот команды сразятся в сегодняшнем шестом детском спортивном фестивале «Веселые старты». Ну а рассудить эти команды взялось жюри, состав которого я вам с удовольствием и представляю. Итак, председатель судейской коллегии, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Оренбургского района, отличник физической культуры и спорта Александр Лапшин. Здравствуйте! Ему помогает президент Федерации тяжелой атлетики Оренбургской области «Мастер спорта» Евгений Панферов. Здравствуйте! А также «Мастер спорта по универсальному бою». Бронзовый призер чемпионата Европы по универсальному бою Михаил Кадемсов. Здравствуйте! Жюри у нас очень представительные, командам нужно будет очень и очень постараться. Итак, я объявляю начало. В эфире веселые старты! Виво Россия! Виво надежды страны! Итак, конкурс «Это мы» начинает этот конкурс командам в бордовой форме из Беляевского района. Спортивные друзья! Встречайте! Ну и, конечно же, не забывайте аплодировать. Ну-ка, вставайте на зарядку, выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем! Все готовы? Отвечаем! Все готовы! Начинаем! Все здоровы? Я не слышу! Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились? Начнем! Все разрабатываем руки. Вместо больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб походок было легче. Все разрабатываем ноги, чтоб не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы пелось веселее. Солнышко лучистое любит скакать. С облачка на облачко перелетать все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что ж, поаплодируйте этой замечательной командой из Беляевского района, спортивные друзья! Эта команда передала эстафету в конкурсе «Это мы» команде из Акбулакского района, команда «Апельсинки». Что-то они нам покажут. Прошу вас, команда «Апельсинки», Акбулакский район, приветствуйте их! Кошмарский район. Если вы в своей квартире лягте на пол, три-четыре, выполните правильное движение. Врочь влияние и зне, привыкайте к новизне, что глубокое тает неважение. Врочь влияние и зне, привыкайте к новизне, что глубокое тает неважение. Врочь влияние и зне, привыкайте к новизне, что глубокое тает неважение. Применяйте, люди, оттирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и гмурыми. Если очень вам придется, обтирайте, чем придется. Водными займитесь процессами дурами. Если очень вам придется, обтирайте, чем придется. Водными займитесь процессами дурами. Закончила свое выступление в конкурсе «Это мы» команда «Апельсинки». Я не знаю, каков будет результат после конкурса «Это мы», но, по-моему, ребята исправили правильную тактику. Они настроили нас на то, чтобы мы по утрам делали зарядку. Мы все взбодрились и с удовольствием следим за соревнованиями. А самое главное, ждем вердикта нашего жюри после конкурса «Это мы». Слово «Жюри». По общему мнению жюри, зарядка лучше получилась у команды Беляевского района. А немножко Акбулахский район еще спит, не проснулся еще, видно. 5-4, польза команду Беляевского района. Ну вот теперь, по-моему, проснулись все. Будем ждать продолжения сегодняшнего дня на нашем суперфестивале «Веселые старты». По-настоящему спортивный конкурс будет сейчас вторым номером нашей программы. Конкурс, который называется «Веселый хоккей». Да, действительно, хоккей очень веселый. Я никогда не видел, чтобы шайба достигала вот таких вот размеров. Одним словом, ребятам нужно будет провести вокруг этих барьеров вот эту вот лжешайбу и вернуться в лоно команды. Вот я обращаюсь к игроку апельсинки в зеленой форме. Кстати, почему зеленая? Вы почему, недозрели, что ли? Нет. А вы почему красная? Вы перезрели? Понятно. Ну что же, по-моему, они готовы. А вы готовы ли, друзья? Сейчас посмотрим, послушаем, как вы болеете за своих любимцев. Итак, даю команду на старт. Внимание! Марш! Начали! Итак, конкурс «Веселый хоккей». Ну что же, кто победит в этом конкурсе, знает только... Только... Только Всевышний. Но не будем его беспокоить. Вернемся сюда. Спустимся на нашу грешную землю. И будем наблюдать за нашими конкурсантами, за нашими участниками, которым не терпится, не терпится одолеть, выйти в финал, а то и в суперфинал. Напоминаю, что соревнуются две замечательные, судя по первым конкурсам команды, команда «Спортивные друзья» из Беляевского района и команда «Апельсин». Ну что же, по-моему, с одинаковым мастерством они демонстрируют... Они демонстрируют свое умение и свое владение мечом с клюшкой. Сразу видно, что есть единственный предмет в школе, который они никогда не прогуливают. Это урок физкультуры. К сожалению, такой привилегии урокам математики и физики, и русского языка, такой привилегии не добиться. Что делать? Они дети. А дети требуют движения. Итак, мы смотрим, как проходит соревнование. Вы знаете, по-моему, одинаково, одинаково проходит. С одинаковым темпом проходят эту дистанцию участники. Что мальчики, что девочки. Ну что же, сразу видно, что среди них есть хоккейные болельщики. И наверняка кто-то из них метит в чемпионы, а может быть и в чемпионки. Ну что же, потихонечку, плавно завершается. Завершается это очень короткое, но очень увлекательное занятие, которое называется веселый хоккей. Я вижу в серию взаимных ошибок, и вот соревнования завершились. Тоже не знаю, каким будет вердикт, но, по-моему, здесь были некоторые ошибки. Во всяком случае, нам было всем весело и интересно. Ну, а подсчетом баллов займется, конечно же, наше жюри. На то оно и жюри. Все внимание к нему. Жюри слушаем. Команда Беляевского района с небольшим преимуществом на один балл победила в этом конкурсе. Десять спортивных друзья баллов. Акбулак, апельсинки, девять баллов. Общий счет. Получается, спортивные друзья, пятнадцать баллов. Апельсинки, тринадцать. Ну что же, радуются, радуются спортивные друзья, но апельсинки еще созреют. И покажут вам свое мастерство. Будем болеть, будем следить. Напоминаю, в эфире веселые, я вас не слышу. Старты! Теперь услышим. ВИПО, РОССИЯ! ВИПО, НАДЕЖДУ СТРАНЫ! Феерический конкурс нас ожидает. Конкурс, который называется «Лабиринт». Вот, посмотрите на эту конструкцию. Мысленно попробуйте ее пройти. Вы даже мысленно ее не пройдете так, как пройдут участники сегодняшних состязаний. Вот участник из команды «Апельсинки». Скажите, кем вы хотите стать, когда вырастите? Качком. Качком. Ну а вы кем? Броском, наверное, каким-нибудь. Ну что же, посмотрим, насколько они сильны, точны и быстры. Итак, дают команду на старт. Внимание! Марш! Начали! Итак, конкурс «Лабиринт». Ага, качок запутался. Перекачался. Бывает. Но ничего, самое главное, он вышел из ситуации и возвращается на место старта. Вот так, иногда, уважаемые друзья, это вам скажут, наверное, любые спортсмены. Иногда мышцы не следует забивать излишними тренировками. Не перекачивайте мышцы. Вот. И самое главное, восстанавливайте дыхание. Это знает любой спортсмен, что дыхание, наверное, занимает одной из первых и одной из важнейших позиций в деле подготовки настоящих спортсменов. Итак, смотрим, как проходит дистанцию команда «Апельсинки» из Беляевского района и команда «Спортивные друзья» из Беляевского района и команда «Апельсинки» из Аркулакского района. После двух туров, напоминаю, впереди команда «Спортивные друзья» и команде «Апельсинки» надо ощутиться, поднапрягся и стать настоящими «Апельсинами» с большой буквы этого слова. Итак, мы смотрим, как проходит состязание. Вновь, как обычно, обращаю ваше внимание на трибуны. Кошмар, что творится на трибунах. Какие страсти, какие страсти, какие выкрики, какие восклицания. Я представляю, что творится сейчас у экранов, телевизоров, где сидят близкие, родные, друзья, знакомые, подруги и друзья. Все и болеют, болеют за наших конкурсантов. Итак, смотрим, как проходит соревнование. Вы знаете, по-моему, все-таки здесь спортивные друзья показывают, что они действительно друзья, свою товарищескую сплоченность демонстрируют в этих соревнованиях. И, по-моему, они сейчас впереди. А что же команда «Апельсинки»? Я смотрю, они тоже не спешат, не спешат пройти полностью эту дистанцию. Я понимаю, очень мягкая, еще раз напоминаю, очень мягкая конструкция, на которой действительно бы поваляться, бы попрыгать, бы побеситься, порезвиться. Но не до того. Все-таки это спортивное соревнование, несмотря на их веселое название. Итак, мы смотрим, и что же мы видим. Соревнования постепенно близятся к концу. Кричат «Давай, давай!» уже те, кто дал. И дают те, кто дает. И смотрят, насколько у них замечательно, насколько хорошо у них получается прохождение этой дистанции. Сразу видно, вы знаете, ребята тренировались. Тренировались. Да, бывают какие-то огрехи, какие-то ошибки. Но ребята их преодолевают и не останавливаются на достигнутом. Ну, дорогая моя, говорю, и одной из участниц этого конкурса нужно выбегать быстрее из этой дистанции, из этого лабиринта. Но, как видно, многим хочется еще попрыгать по нему, попрыгать, вот, и попрыгать, порезвиться. Ну, это все ибирика, а мы обращаемся к самим соревнованиям. Ну, неужели, неужели команда «Спортивные друзья» побеждает в этом конкурсе? А что же команда «Апельсинки» заканчивает, заканчивает свое выступление? Ау! Закончила свое выступление конкурсанткой из команды «Апельсинки». Кто же здесь победил? Кто больше ошибался? Кто меньше ошибался? Все эти вопросы решает наша жюри. Все внимание к жюри. По конкурсу прохождения третьему по лабиринту ничья в связи с тем, что были ошибки у беляевской команды. Общий счет 22-24. Ну, что же, вот такое неожиданное решение принимает наше жюри, и я думаю, еще все впереди. И команда «Апельсинки» себя покажет, но я думаю, спортивные друзья не будут упускать призрак победы, который уже маячит на горизонте. А мы, уважаемые друзья, будем следить, болеть, кричать и говорить следующую фразу. Веселые старты! Виво, Россия! Виво, надежды страны! Следующий конкурс называется «Точный гол». Для тех, кто еще не смотрел наши передачи, я объявляю, что это конкурс непростой. Это конкурс двух капитанов, самых-самых в своих командах. Капитанов, прошу пройти ко мне. Вот они, эти два феномена. Ну, что же, познакомимся с ними. Как тебя зовут? Руслан. Руслан, тебя? Данил. Ну что же, Даня против Рустика. Пожмите друг другу руки. Молодцы. Руслан, твое место в центре этого круга, твое, Данил, пока во главе своей команды. Итак, даю команду на старт. Внимание, марш! Первый бросок прошел. Вот это да, бьет белку в глаз. С огромного расстояния, но не всегда попадает. Точен. Ну что же, неплохой результат. Нет. Не попал. Сдают нервы. Это конкурс, в котором прежде всего нервы, нервы капитана делают погоду в игре. Ну что же, спасибо. Занимай свое место возле своей команды. А теперь твоя очередь. Твоя очередь поразить эти цели. Их десять. Итак. Не попал. Не попал. Ну ничего, еще восемь бросков. Не попал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошел. Ах. Жалко. Жалко. Не идет мяч. Бывает, бывает. Никак. Ну вот все-таки прошел. Размочил. Есть. Собрался. Ай-яй-яй. Но все равно. Не с сухим счетом. Не с сухим счетом закончил эти соревнования в дисциплине точный гол. Капитан команды Апельсинки. Ну, а окончательное слово будет за жюри. Его и послушай. Слово жюри. Спортивные друзья. Десять очков. Апельсинки девять. Общий счет 31-34. Ну что же, 31-34 после четырех конкурсов впереди команда «Спортивные друзья». Но я думаю, на последнем конкурсе команда Апельсинки еще соберется и покажет всю свою мощь и всю свою силу. Будем следить, будем болеть. Выпили веселые старты! Виво, Россия! Виво, надежды страны! Завершающий конкурс сегодняшних соревнований, который называется «Шарбол». Ну вот, ребятам нужно будет максимальное количество шаров перекинуть на сторону соперника. И у кого останется больше шаров, тот, соответственно, и проиграл. И я даю команду на старт! Внимание! Начали! Вот и начался конкурс «Шарбол». Блестящее, великолепное зрелище. Вы знаете, летают веселые, смеющиеся шарики. Кое-какие шарики попадают к ведущему. Но я их стараюсь не трогать. Это не моя игра, это их игра. Я только восторженный наблюдатель. Внимание, сколько будет селена! Всем стоп! Не трогать! Никто ничего не трогает. Внимание! Слово! Слушаем жюри! В первом тайме победа отжила команда Беляевского района. 1-0 в их пользу. Итак, второй тур конкурса «Шарбол». На старт! Внимание! Начали! Лекает, лекает шары. В команде офисинки надо отыгрывать. Напоминаю, счет не в их пользу. На грядущий. Слышно не споется. Стоп! Во втором тайме победили апельсинки. Счет сравнялся 1-1. Впереди третий решающий тур. Итак, третий тур в нашем конкурсе «Шарбол». Который выявит победителя в сегодняшних соревнованиях. Даю команду на старт! Внимание! Начали! Летает, летает, летает шарики. А шарики смеются. Чем больше их пинает, тем больше они улыбаются. Хоп! Мои ведущие посмеялся. Розовым шариком-то по башке. Хоп! Теперь вердикт нашего жюри после третьего конкурса «Шарбол». Победила команда «Апельсинки». В конкурсе счет 10-9. Общий счет 43-41 в пользу команды «Спортивные друзья» Беляевского района. Ну что же, уважаемые друзья, вот радуется команда «Спортивные друзья». И вот я порадуюсь команду «Апельсинки», которая хоть на последнем конкурсе вырвала победы у неуступчивой команды из Беляевского района. Ребята, скажите, что вам помешало победить в сегодняшних соревнованиях? Понятно, да, вы были как бы, да, вы были немножко разволтаны, но в таком ответственном деле, как «Веселые старты» нужно подходить очень собранными. Но все равно, вы были участниками сегодняшних соревнований. Я прошу вас принять памятные подарки, которые будут вам напоминать о сегодняшнем спортивном торжестве. Еще раз предлагаю наградить аплодисментами замечательную команду из Акулакского района, команду «Апельсинки», у которых, я уверен, все впереди. А я приглашаю к себе капитана команды «Спортивные друзья». Я смотрю, ты еще не веришь в свою победу, правда? Да. Понятно. Но какой у тебя настроек, какие у тебя прогнозы на будущую борьбу в полуфинале, а может быть и в финале? Уверенность, что у победы. Молодец, молодец. Это очень много. Уверенность – это уже почти полдела. Ну что же, вот тебе стяг наших состязаний. Становись возле своей команды. И как у нас все победившие команды делают, капитаны, помаши этим флагом, чтобы все видели, что вы и только вы стали победителями в сегодняшних соревнованиях. Уважаемые друзья, с вами я прощаюсь и желаю вести спортивный, активный образ жизни, каковой ведут вот эти вот молодые люди. До свидания, друзья. До новых встреч на веселых стартах! Ура! Оренбургский медицинский центр «Милос» успешно занимается проблемами опорно-двигательного аппарата. Методика, применяемая врачами, серьёзная альтернатива оперативному вмешательству. Причём лечение абсолютно безболезненно и гарантированно продуктивно. Основное, чем мы занимаемся, это лечение остеохондроза и, как его главное проявление, грыжи межпозвонковых дисков. Причём лечим очень успешно. Также нашим методом можно лечить такие заболевания, как посттравматические контрактуры суставов, килоидные рубцы различного происхождения, артрозы, артриты и спаечные процессы малого таза и брюшной полости. Людмила Крысков приехала из Казахстана. Долгое время не могла избавиться от болевого синдрома. За 2-3 дня уже болевой шок такой острый сняла. Ну а сейчас вообще я как бы через 15 дней вообще себя хорошо чувствую. Итак, если у вас проблемы с суставами и позвоночником, обращайтесь в Оренбургский медицинский центр «Милос». Продолжение следует...